Приветствую вас. Довольно эмоциональный текст получился такой крик о даже не помощи, а крик скорее о своих эмоциях, крик о своих переживаниях, крик о себе. Вы знаете, на самом деле обычно в такой ситуации к человеку появляется жалость, но не в вашем случае, это здорово, к вам появляется только симпатия и уважение. Но есть конечно ряд нюансов, на которые хочется обратить внимание. Во-первых, гиперопека и контроль, которые давали вам ваши родители, и как следствие этого доминирования фигуры ваших родителей, в вашей парадигме, в частности шагураца, конечно, дают о себе знать. О чём ваш текст, о чём ваш рассказ? Он вначале про полное растворение в родителях, отсутствие своих потребностей, отсутствие своих желаний, отсутствие своих... Ну отсутствие в общем себя, да? Потом про бунт, про желание что-то делать самостоятельно, про попытку начать жить для себя. А потом про желание, стремление помочь своим родителям, в частности своему отцу. А после обиды на него за его отношения, обида за его поведение и обида за его, как выражается человеку, предательство. И мне кажется, что первое, с чего нужно начать, это с проработки именно детско-родительских отношений. Именно детско-родительские отношения здесь выступают краеугольным камнем. Некая борьба, ну некоторая борьба с родителями у вас продолжается, так скажем, до сих пор. Вы до сих пор как будто боретесь с своими родителями, в частности с отцом. И до сих пор, в общем-то, пытаетесь что-то доказать именно своему отцу и, возможно, самому себе через отца. Вот. Сложно. Очень сложно и тяжело, когда, по сути дела, вы никогда не опирались на себя и начать это делать. Тут важно всё. Тут важна и сепарация от родителей. Ну, ваших родителей. Да? Важно. Важно сепарироваться. Важно отделиться. Важно страница. Важно поработать, скажем так, с... с личными границами вашими, которые сейчас довольно размыты. Важно учиться опираться на себя, слышать себя, работать со своими чувствами, с обидами. Учиться проживать свои чувства. Отделять. Когда... Что-то... Вы... Хотите... Для... Ну... Себя, например... Отделять... То, когда вы... Хотите что-то для других... Людей... Людей... Это... Пожалуй... Ключевой... Момент... На... Который вам... Необходимо обратить... Своё внимание. И, собственно, в этом и заключается работа. То есть вам необходима... Психотерапия. Вам необходима помощь. Самостоятельно. Вы в этом не... Вы с этим не справитесь. Да. Вы можете вспомнить... О том... А... Как вы сделали... В первый раз. Как вы изменились в первый раз. И повторить это. Но... Поскольку вас... Уда... Вас удалось... Сбить... То... Вполне вероятно... Удастся сбить и ещё раз. К сожалению. Года три-четыре назад... Пишет человек. Я... Студент второго курса. Лежу перед сном. И, как обычно, мечтаю осяк. На тот момент не хотелось слушать машину. А зачем? Я подумал о том, что я сам на всё могу заработать. Ведь я предолюбивый взрослый. Я подумал, что надо выходить из-под опеки родителей. Да. Идея хорошая. Но опека родителей... Это определённая выгода. Для вас. Они во всём старались меня контролировать. И с их жизнью справиться так, как они видят. И от этого так просто не избавиться. Меня как будто оценило, что надо действовать. Да. Вы здесь выезжали на протест. На протесте. Но на протесте долго не получается выезжать, если нет своих целей. У меня появилась огромная мотивация и стремление зарабатывать. Развиваться. Мотивация была искренняя. Прямо что-то изнутри меня толкало. Каждый раз как раз утром в постели целый день быть продуктивным. Протест. И желание доказать родителям, что вы взрослый и трудолюбивый скорее всего. Это опять же желание что-то доказать. Здесь момент. А что если не получится доказать? Лично мне кажется, что вы старались доказать родителям свои состоятельности. Беда только в том, что родителям не выгодно, чтобы вы становились в состоятельности. Я чувствовал, что свою важность и уверенность мне нравилось, что я вышел из-под гиперопеки родителей и стал больше самостоятельным. Да, но нужно было жить отдельно. Нужно было в первую очередь физически отдалиться от них. Прошел год, жизнь поменяла. Нет. Скорее всего, дело не в жизни, а в ваших реакциях на какие-то обстоятельства. Появились проблемы. Отец потерял работу. Это не ваши проблемы. Потом истрелился к знакомым. Я взялся помогать во всем. Зачем? Давайте разберемся. Зачем? Бросивте свои дела и мы стали работать вдвоем. Вы стали жертвой. А жертва поразплавит агрессора. Все становилось хуже. Я понял, что то ли он поменялся, то ли он был таким. Я его просто не знал. Он начал нашимился зарядку глубже болот. Вы начали в какой-то степени идеализировать. Деидеализировать АСН, но отказывались это принимать. Я что больше и больше накапливал долбогов, вот теперь вы уходите в обвинение. Потому что, когда кто-то не оправдывает ожидания, вот тут получается, соответственно, вот история о, как бы, обидах. Вот, и обвинениях. Значит, вы пишете, что он делал все наоборот, нежели мы ему советовали. То есть, это продолжается дисфункциональные отношения, где, ну, члены семьи пытаются спасти. Вот, мы пытались его уберечь, и вы пытались его спасать. Треугольник Карпмана изучите, пожалуйста, будет в полет. Все злость помещал на мне, потому что вы жертвы, а потом отрицал то, что постоянно орал, унижал меня, как только можно, все требовало, как по приказу. Это Треугольник Карпмана. Доводил меня до истерик. Это вы себя доводили до истерики своими реакциями. Но вы не берете личную ответственность. Почему? Потому что, как раз таки, гиперопека родителей. Я полностью отдавался работать с ним и старался за всех сил. Для чего? В какой момент вы себя предали? Извалили на себя ответственность за проблемы своих родителей. Это за счет того, что образ остался для меня никем. Да, вы его обесценили. Возможно, это было ваше такое бессознательное стремление обесценить его, чтобы не ориентироваться на него. Но не получилось. Я перестал вообще воспоминять его слова, прекратил с ним работать, и вот мы живем на одну зарплату. Мама уже год или два за время, пока я с ним работал, он заработал только долги. Обратите внимание, что в этом есть только он, в этом нет вас. Я подрабатывал все это время на все деньги отдавал отцу. Зачем? И подратил на оплату обучение. Я четко помню, как сижу, играю в компьютер, потому что делать ничего не хочется. Ну, вы себя подавили, да. Как смысла жить нет, чувство, что меня придало собственное ответство, вся ситуация меня переживала и выпрямляла. Это отсутствие у вас навыков личной ответственности. Сил не было, потому что все они тратились на то, чтобы поменять другого. Устройство охраны работать не хотелось. Вот я закончил универ и хочу заниматься своим делом. Работать в профессии не хочу, так не вижу перспектив. Зачем тогда учились? Я так говорил, что буду заниматься чем-нибудь своим, но родители не слушали. А они должны вас слушать? Мне приходится либо заставлять себя развивать свои... А мне приходится себя заставлять развивать свое дело. Нет вмещательства, нет стремления, нет уверенности, нет мотивации. А мы сделаем все мысли про других людей, про родителей, про родителей. Делаю я все потому, что просто понимаю, что надо. Надо кому? Порой проснуть ничего не хочу. Какие-то необъяснимые страхи, страхи писать клиенту, например. Я даже не знаю почему. Это не уверен в себе. И перенос страха от выражения отношений к отцу. В течение дня могу немного замотивироваться, помечтать чуть-чуть. На отеле все утро, все по-новому, ничего не хочу, ничего не надо. Страшно, что меня все устраивает. Как будто я хоть в бочке буду сидеть и буду доволен. Это следствие гиперапии. Скажите, пожалуйста, можно ли вернуть былую мотивацию и стремление и тщательно свернуть в себя. Да, можно. Как это сделать? Через психотерапию, работая с личным пространством. Хотя бы для начала, с самооценкой и, как я уже сказал, с вашими чувствами. Я рекомендовал бы вам на психотерапию пойти. Выбрать себе эксперта хотя бы здесь на сайте и начать психотерапию. Вот. Чтобы разобраться в своей жизни и в своих чувствах себе самому. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи и обращайтесь за помощью.